у вас батьки где живут тоже подольске вы знаете вы знаете что я сейчас скажу да я же не лезу к вам душу вы можете сказать да в подольске даже если не живут я же правда и как бы не узнаю до конца вы можете вы просто никогда не говорите а это важно мне нужно говорить я вас просто выкину вячеслав что вы хотите от меня вячеслав вячеслав я не помню почему собрал может быть вы заслужили это я уже не помню я двигаюсь пришло вы хотите от меня и что и что и что и что вот такая вот такая вот такая вячеслав не нравится не хавайте меня не нравится идите мимо даже даже если я все это ужасные вещи сделал что дальше вы же ко мне уже сидеть уже четыре часа у меня в гостевой зачем я вам такая ужасная похвалите меня похвалите меня скажите как мне нравится эфиры что у меня они многому учат раздвигает мне мои мозговые клетки что хоть хоть кто-то меня как сказать не знаю как пластилин знаете его можно же когда разработать руках он станет мягкий может быть выполнить у меня на эфиры скажите спасибо за эти эфиры о чем мы с вами разговариваем вторую мировую я начинаю затрагивать тему насчет луганска что происходил конфликт между украиной и днр вы мне начинаете рассказывать какая россия так я понимаю то что россия плохая в украине тоже не идеально поймите девушка была из крыма как она говорила она далеко не из крыма может быть вы из луганска можете подумать если она не из крыма то вы не из луганска давайте так хорошо мы об этой девушке не будем говорить потому что ну это не тема моего эфира больная мама из крыма не тема и эфира я выбор повестку не получали вы сказали да и вы а ваш папа ваш папа не получал а если а если получит пойдет убивать украинцев но если ваш папа получит повестку вы знаете что он будет с ней делать то есть вы вам все равно если его убьют украинцы блин я не хочу обижать не украинцев ну ваш папа не имеет брать в руки не имеет права ваш папа не имеет права брать в руки оружие вы же понимаете я не хочу никого не украинцы украинцы это великий прекрасно я не хочу никого не убежать сейчас страдаете тебя вы по украински понимаете вы украинскому разумеете вы украинскому разумеете а можете спевать какую-то песню вы знаете по украински я не говорю куда то вам small гимн украины какую-то украинскую устри вы знаете нет многие многие вам не нужно бить xenofali не украинец вам не надо кины вы не имеете право пить 15 же гимн споспой спевайте какую-то пислю это не они не ваши это не в украинский гимн украинский гимн вы не иметьи право петь. Вы и предатель. Скажите, вы можете просто... Я его предал. Вы предали. Скажите, вы можете просто спевать какую-то украинскую просто песню, ну, любую, кроме гимна? Ну, зачем? Ну, я... Докажите, что вы луганчанин. Я просто думаю, что вы москвич. Ёбаный москвич. А почему москвич? Вы верите в какую-то... Докажите мне, что вы знаете украинскую культуру. Докажите как-то. Ну, стихотворение расскажите по-украински. Хоть что-то украинское дайте мне. Ну, могу им кусочек сказать. Я считаю, что вы не имеете. Терра, мне кажется, он не имеет морального права. Как ты считаешь? Ну, если ты скажешь, что может... Ну, скажите, кто она такая? Она такой же... Терра, моя подруга, я хочу прислушаться к её мнению. Я считаю, что он не имеет права, морального права петь это гимн, это священное как бы гимн. Это не каждый человек имеет право. Нет, я тоже считаю, что он не имеет права его спевать, потому что он не понимает, про что он. Да. Может быть, любая песня там, какой-нибудь там... Мы просто спросим, вы же в школе учились в украинский. Нет, нет, именно украинский. Ну, Тараса Грюковича шумеет там, как это... Дни приширокие там что-то забывает. Ну, что-нибудь скажите. Вот вы украинская, скажите Поляниця. Ну, я не скажу. Поляниця, я тебе все скажу. И Украинская, и Поляниця, и все на свете. Я тебе просто запитала. Ты, ты, с школьной программы учил какие-то... Да, просто и все. Скажи в Луганск. Или песню. Зачем? Ну, зачем? К чему это приведет, скажите? К чему? Просто, чтобы я понимал, что вы не обманываете. Я не знаю, кто вы. Вот написано, угадай, кто. Я же не ромашку. Я же не ромашку сейчас чипаю, правда? Если вы скажете, что вы из Луганск, ну, просто элементарно, наверняка у вас в школьной программе были песни, стихи, что такое, что знает только из Луганска. То есть москаля не знают. Хорошо, вы отказываетесь. Ну, может быть, я не знаю. Может, я не знаю, по какой причине отказываюсь. Ну, бог с ним. Но скажите, а что вы думаете про то, что Путин напал на Украину? Ну, хотя бы, если вы уважаете, что там любите про Украину, ну, вам больно от этого? Вы хотите выразить свою гражданскую позицию, как ууганчанин? Микрофон включи и скажи хоть что-то. Нет, я чуть-чуть съеду. Вот вы говорите, Советский Союз напал на Германию. Нет, вы не... Нет, наизвежай. Я хочу, что вы сказали. Вы сказали, что у вас какое-то уважение есть. Если вы не ешь пытание, вы сразу в сторону бежите. Нет, Вячеслав, я же не буду разговаривать на одну тему, а вы уходите на другую. Мы же не два придурка в психушке. Маленький, маленький, совсем малышенький. Так, послушайте, начало ответить на мое пытание. А потом, может быть, я захожу, спросите, что вы хотели узнать. Я, может быть, даже вам разрешу задать мне вопрос. Скажите, что вы луганчанин. Да, сейчас война в вашей стране. Умирают ваши братья. Умирают ваши братья. Вы хотите, как луганчанин, обратиться к крестьянам и сказать, что вот я из Луганска. Мне 21 год. Ну и не знаю, что-нибудь от себя. Я не буду как бы настаивать. Просто интересно вашу точку зрения услышать. Я вас забыли, не удаляйте. Вячеслав, я вам задаю очень важный вопрос. Я не думаю, что он вас удивляет. Вы луганчанин. Из-за вас началась война. Вы можете сказать, Путин, я не звал тебя в свою страну. У меня меня... Нет, я против него. В любом случае, конечно. Вы против Путина? В любом случае, конечно. Ты же понимаешь, если ты дальше будешь так сидеть, ты все равно пидаешь за них, потому что тебя заставляют именно сама Кацапия. Я не простил к государству, понимаете? Я не смотрю каналу Ниан, который вам промокут. Нет, там нет. А при чем тут Ниан? Не получится, не получится. Там тебя заберут, подручки, и приведут. Ты вообще понимаешь, что, когда ты говоришь у Ниан, я все чувствую, как и без россиян. Я вообще не знаю, кто в Украине делает это. Ты результатами понимаешь. Откуда? Я не пойму. Откуда? Я не понимаю, где вы берете. Я не против украинцев. Я не против украинцев. Я не против украинцев. Я не против украинцев, я не против украинцев. Я нейтрально. И там и там все. Короче, ты понятно, за мир. Я же скажу, ты типовия. Ну, для меня ты, звичайно, повия. Не, там я знаю, Россию не против украинцев. Не, Виктория, я сгадала, что мы... Виктория, я сгадала, что мы...